Приветствую вас. И основная проблема, в которой вы написали, как бы корень этой проблемы, это то, что вы боитесь выглядеть глупо. Вот, вы знаете, я вам открыл небольшой секрет, но все в отношениях личных, интимных, выглядят глупо. То есть, давайте пойдем от обратного. Кто не выглядит глупо? Вот по факту, кто не выглядит глупо? Ну, наверное, какие-нибудь депутаты, да, ученые и так далее. Какие у них отношения друг с другом? Ну, скорее всего, деловые. Хорошо. А как вообще, по-вашему, люди, ну, должны проявлять неяльность, должны проявлять ласку, заботу, депло? Как? Ну, наверное, так вот, как вы говорите. Вы описываете. Игриво поприставать, там, что-то делать само и так далее. Так вот, видите ли, вы сами хотите игриво приставать к своему молодому человеку. Вы сами хотите что-то делать. Но вас что-то останавливает. Смотрите. Если вы говорите, что хотите игриво приставать, значит, у вас есть образец поведения. Ну, вы, наверное, видели, как кто-то приставал или, может быть, что-то еще. В любом случае, вы сами знаете, что люди так делают. Женщины так делают. И почему-то они не считают это глупым. А вы считаете. Значит, вы чем-то отличаетесь от этих женщин. Вот давайте и попробуем подумать. А чем же вы отличаетесь от этих женщин? Что у вас не так? Почему они не выглядят глупо, когда сами что-то делают? Сами приставят к праву, сами проявляют инициативу, а вы выглядите. Чем вы хуже их? Тем, что они умеют, а вы нет? Ну, простите. Изначально никто не умеет. Изначально не умеет никто. И, может быть, у вас отношения не могут быть, а, скорее всего, достаточно строгие родители, которые к вам предъявляли очень сильные претензии, серьезные. И требования были высокие к вам, у них. Но, простите. Прежде чем требовать, нужно человека научить. Ваш молодой человек, ваш мужчина хочет, чтобы вы сами что-то для него делали. Но, наверное, вы думаете, что он ждет от вас сразу идеального поведения, такого, как, ну, я не знаю, в фильмах или что-то типа того. Понятно, что такого не будет. И вас, молодой человек, ждет не какого-то идеала поведения, а любой вашей активности. И вам необходимо, во-первых, перестать равняться на кого-то другого, перестать думать о том, как вы будете выглядеть, потому что вы это делаете только с молодым человеком. Никто, кроме него, вас не видит. И, во-вторых, ну, старайтесь доверяться своим чувствам. Как это сделать? Попробуем вам объяснить. Вот многие люди, они, знаете, хотят чего-то. Ну, знаете, хотят что-то сделать, хотят что-то осуществить, как-то поступить, но не делать так. Вот по какой-то причине им кажется, что их чувство доверия недостойное, а чувство других, мнение других, доверие достоинное. Так вот, нужно, во-первых, спросить себя, почему ваши чувства недостойны доверия, тем более в том, что касается интимной сферы отношений? Во-вторых, почему мнение других людей, а это, скорее всего, ваши родители, более предпочтительные в том, что касается вашей личной жизни? И, наконец, последний вопрос. Почему родители ваши привели вам такую систему ценностей? Почему родители воспитали вас именно так? А не как-то иначе, не по-другому. И отметом на последний вопрос будет их ценности, которые у вас другие. Знаете, они, ваши родители, прививали вам одну систему ценностей, свою. А у них другая система ценностей, своя. И ваша система ценностей, которая сейчас набирает силу, вступает в противоречие системе ценностей родителей. Так вот, не нужно думать, что родители были неправы, но именно думать, что вы были неправы. Их система ценностей для них справедлива и правильна, исходя из их времени. А ваша система ценностей правильна и верна, исходя из вашего времени, из нашего времени. И не нужно сопоставлять себя с мнениями других людей. В личных отношениях важно делать то, что вы хотите. То, что вы желаете. И главное, чем вам нужно руководствоваться, это тем, чтобы сделать вашего мужчину счастливым. То есть, по сути, вот это вам нужно держать в голове. Вы человека любите, вы хотите ему счастье, для этого нужны ваши поступки. Иначе он не счастлив. Простите себя, вы хотите, чтобы человек был не счастлив? Нет. Значит, вы сделаете все, что можно, чтобы сделать ему счастливым. Вот и все. Ну, необходима более полная мотивация ваших действий. Необходимо четко понимать, для чего вы это делаете и перед кем будете выглядеть глупо. Опять же, понимаете, глупый вид. Что есть глупый вид? Знаете, если я выйду на улицу и скажем буду кричать, я буду выглядеть глупо. Почему? Потому что люди не будут понимать причины моего поведения. Если они поймут причину моего поведения, глупым они этого считать не будут. Полагаю, вы путаете здесь понятен термин. Человек выглядит глупым тогда, когда не осознает сам, почему он сделал то или иное действие. Только в этом случае человек глупый. Если вы понимаете, для чего вы делаете то или иное, если вы осознаете мотивы своих действий, если вы видите цель ваших действий, то группам это не является никак. Вообще никак. Вообще никак. Потому что это ваше желание. То есть вам необходимо здесь понять, что для того, чтобы не выглядеть глупо, нужно просто осознавать. Осознавать то, для чего вы это делаете и почему. И тогда глупой вы выглядите не будете. Стоит ли говорить о том, что с коллегой можно согласиться с Татьяной и действительно, если бы молодым человеком помогла бы вам преодолеть этот барьер, но в первую очередь нужно ответить на те вопросы, которые я вам задал. Самой лично для себя. И тогда уже вам будет легче и проще им прийти к какому-то решению относительно того, что вы будете делать дальше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.